МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Десногорские казаки вручили награды спонсорам «Казарлы». Криминальная сводка за минувшую неделю. Я в Артске вижу, что без нас тут никакой битвы не будет. Просто нет ледокола, нет битвы, всё. Новости Росатома. Россия сохраняет лидирующие позиции в Арктике. А теперь об этих и других событиях подробнее. В Смоленской области новый главный федеральный инспектор. На эту должность назначен Юрий Стрелецкий, который ранее выполнял аналогичные обязанности в Твери. Напомним, что основной задачей главного федерального инспектора является организация контроля над исполнением в субъекте Российской Федерации указов, распоряжений и иных решений президента. На этой неделе в городе работает межведомственная комиссия по приёмке учреждений образования к началу учебного года. Подробности далее. В состав комиссии входят представители разных ведомств Десногорска. ФМБА, ФСБ, полиции, управления по делам ГОИЧС, комитетов по культуре и образованию, инспекции по охране труда. Ставка комиссии настолько широкая для того, чтобы мы могли при проверке наших образовательных учреждений учесть все нюансы, посмотреть все те узкие места, которые могут в дальнейшем нарушить учебный процесс и не допустить этого, либо ликвидировать на ранних стадиях. Особое внимание члены комиссии обращают на безопасные условия пребывания детей в учреждениях образования, состояние самих школ, детских садов, учебных классов, освещение, наличие пожарной сигнализации и видеонаблюдение. Существенных замечаний, требующих кардинальных решений, комиссии не выявлено. А те проблемы, которые были известны ранее, сейчас устраняются. И к началу учебного года всё будет готово. Более 25 миллионов рублей выделил концерн «Росэнергоатом» на ремонт фасадов двух детских садов Десногорска, «Лесная сказка» и «Мишутка». Ремонтные работы начнутся уже на этой неделе. Накануне, 12 августа, генеральный директор концерна Андрей Петров посетил дошкольные образовательные учреждения и оценил готовность к предстоящему ремонту. Совместно с ним в инспекционном обходе участвовали директор Смоленской АЭС Павел Лубенский и глава Десногорска Андрей Шубин. Конкурсные процедуры на капитальный ремонт фасадов и замену окон в «Лесной сказке» выиграла брянская компания «Данила Мастер». В «Мишутке» – торговый дом «Фасадстрой» из Смоленска. Кроме того, в «Лесной сказке» запланирована замена металлических дверей. В «Мишутке» – асфальтирование тротуара и дорожек, ведущих к прогулочным верандам. Срок выполнения работ по договорам до 15 ноября. В настоящее время ведутся подготовительные работы, согласование строительных материалов и мест для их складирования. У нас составляли развернутое техническое задание. То есть все ГОСТы, все СНИКы, все Санкт-Пенгерские нормы, все это учтено. И в процессе технических работ будем, конечно, скоро вплотнуюсь подрядчиками. Ход выполнения ремонтных работ под личный контроль взяли директор Смоленской АЭС Павел Лубенский и глава города Андрей Шубин. Как подчеркнул генеральный директор «Росэнергоатом» Андрей Петров, все деньги, выделенные концерном на ремонт детских садов Десногорска, должны быть использованы по прямому назначению. 9 ноября мы приезжаем, принимаем объект. Деньги выделены концерном, а просто ни одна копейка не может не пропасть. Все. Тогда мы с вами 9 числа встретимся. В профориентационной школе «Архитектура таланта-2017» на Соколе и Горе под Смоленском прошел второй региональный чемпионат «Трайскилз». 240 участников смены, среди которых есть и талантливая молодежь из Десногорска, прошли курсы профессиональной подготовки. Организаторы предложили более 20 направлений. Машиностроение, кулинарное искусство, дизайн, управление беспилотным летательным аппаратом, информационные технологии и многое другое. 24 июня в Десногорске прошел чемпионат Центрального федерального округа по рубке шашкой «Казарла-2017». В нем приняли участие казаки из 13 регионов Центрального федерального округа. Десногорское казачество вручило награды всем, кто помогал им в организации и проведении главного соревнования. Об этом торжественном событии наш следующий сюжет. 10 августа представители Десногорского хуторского казачества вручили атаманские грамоты за Россию и православную веру, а также благодарственные письма за вклад и помощь в проведении фестиваля «Богатица» заместителю директора Смоленской атомной электростанции Анатолию Терлецкому, депутату Смоленской областной думы Михаилу Лосенко, главе города Андрею Шубину и председателю союза предпринимателей Максиму Володину. В минувшие выходные в музее-заповеднике Гнездова проходил ежегодный фестиваль исторической реконструкции. Посетители знакомились со старинными традициями славянской культуры, ремеслами и кухней, слушали выступления фолк-групп. Десногорец Владимир Платонов представил старинные музыкальные инструменты Смоленщины. Нынешний фестиваль стал самым масштабным за всю историю его проведения. Для участия в нем в Смоленск приехали более 260 реконструкторов, десятки ремесленников и фольклористов из разных регионов России, Белоруссии и Украины. О криминальной обстановке в нашем городе на минувшей неделе расскажет заместитель начальника по работе с личным составом Десногорского отдела полиции Сергей Чулков. За минувшую неделю дежурная часть отдела Министерства внутренних дел по городу Десногорску поступило 147 сообщений и заявлений, из которых 12 по преступлениям. Произошло 8 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 107 административных протоколов, в том числе за нарушение правил дорожного движения 90 протоколов. 13 граждан привлечены к административной ответственности за употребление спиртных напитков в неположных для этого местах. Международный пробег «Берлин-Москва» побывал в Смоленске. В нем принимают участие более 300 путешественников из 16 стран. Самому младшему участнику всего 6 месяцев, а самый старший – 80 лет. Все они хотят показать, что простая человеческая дружба и хорошее отношение к людям сильнее всех политических разногласий. В каждом городе участники пробега общаются с местным населением и осматривают главные достопримечательности. Россия сохранит лидирующие позиции в Арктике, несмотря на перенос сроков сдачи атомных ледоколов нового поколения. По словам руководителя атомфлота Вячеслава Рукши, действующие корабли «50 лет победы» Ямал, Таймыр, Вайгач еще несколько лет смогут без проблем справляться со стоящими перед ними задачами и обеспечивать судоходство по Северному морскому пути. Выражение «битва за Арктику», которым пестрят заголовки газеты, которые так часто любят повторять ведущие теленовостей, у капитана атомного ледокола Вайгач Леонида Александровича Ирлицы вызывает только улыбку. Без атомных ледокола в Арктике делать вообще нечего, даже соваться нечего. Вот и вся битва. Кто там с кем бьется, я не знаю. Может, там они в кабинетах сидят или на диванах, как говорят, диванные войска. Они там и бьются между собой. Я в Арктике вижу, что без нас тут никакой битвы не будет. Просто нет ледокола, нет битвы, все. Только в апреле-майе этого года Вайгач под командой Леонида Ирлицы провел через льды 78 судов. При этом в северных широтах постоянно работают еще три российских атомных ледокола «Таймыр», «Ямал» и «50 лет победы». А вот у других стран-претендентов на богатство Арктики таких кораблей просто нет и в ближайшем будущем не появится. Конечно, атомные ледоколы не вечны, и «Атомфлот» требует обновления. Например, «Таймыр» был спущен на воду еще в 88-м году. Однако ресурс, заложенный при строительстве этих гигантов, таков, что перенос сроков сдачи ледокола нового поколения Арктика на полтора года не сможет повлиять на обстановку в районе Северного морского пути. Сегодня у нас ресурс позволяет ледоколу работать 35-37 лет в зависимости от нагрузок. Поэтому наш запас, если говорить о последних датах, мая 19-го, тябрь 20-го, 21-го, мы их спокойно перекрываем. Перенос сроков сдачи ледокола Арктика обусловлен задержкой поставки на Балтийский завод двух паратурбинных установок для силовой системы корабля. Изначально они должны были быть украинского производства. Потом их вынуждены были изготовить в России. Но подрядчики не смогли вовремя справиться с поставленной задачей. Другие работы, связанные со строительством ледоколов нового поколения, идут по плану. Осенью будет спущен на воду второй корабль этой серии – ледокол «Сибир». Ровно через год – третий – ледокол «Урал». Кроме того, к концу года должно завершиться техническое проектирование суперледокола «Лидер». Он сможет обеспечивать круглогодичную работу в высоких широтах Арктики, а не только на Северном морском пути. А сейчас новости спорта. Смоленский спортсмен Илья Иванюк завершил выступление на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. В финале он не смог показать своего лучшего результата. Он преодолел планку на высоте 2 метра 25 сантиметров, что дало ему право занять лишь шестое место. Другой россиянин Данила Лысенко с результатом 2 метра 32 сантиметра стал серебряным призером чемпионата мира. Смоленщина заняла третье место по сдаче норм ГТО. С начала года в нашей области золотые значки получили 340 человек, а всего за первые полгода своим физическим здоровьем блеснули полторы тысячи жителей региона. Самому почтенному обладателю золотого знака ГТО 81 год – это Владимир Лангин, проживающий в Починковском районе. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna.defis.tv.ru Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин